В соответствии с планом работы Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при правительстве Республики Дагестан на 2018 год сперед с 21 апреля по 28 мая на территории города сотрудниками совместно с Комиссией по делам несовершеннолетних проводятся профилактические мероприятия в образовательных учреждениях города, направленных на предупреждение суицидального поведения среди несовершеннолетних и формирование у подростков негативного отношения к противоправным действиям. Как обозначила главный специалист Комиссии по делам несовершеннолетних Мария Мгебекова, частые причины негативного поведения детей – это неблагоприятная обстановка в семье. Анализ состояния преступности на территории города Хасвирта показывает, что криминогенная обстановка в подростковой среде пока остается сложной и непредсказуемой. Основной категорией совершаемых преступлений со стороны несовершеннолетних остается против собственности, кражи, угонья. Основными причинами совершения преступлений на территории города являются низкое социально-экономическое положение семьи, отрицательное влияние родителей и их самоустранение от исполнения своих родительских обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию детей, а также увеличение количества подростков, которые приезжают в город из других районов республики, которые дают основную массу преступлений совершать в данном городе. Наша работа – это ежедневный труд ради того, чтобы подросток или целая семья встал на путь исправления. Этот процесс очень длительный. Нужно убеждать людей, разговаривать с ними, а иногда и вовсе привлекать к уголовной или к административной ответственности. Наш коллектив в основном состоит из женщин, ведь в этом деле необходимо иметь терпение, так, для того, чтобы разговаривать с детьми. Ходить по школам, читать лекции, посещать неблагополучные семьи. Для нас важно научить отступившего ребенка правильно жить дальше, предостеречь, уберечь от совершения противозаконных деяний. А вот сейчас у вас на определенный учет вы ведете таких сложных подростков? Да, у нас на данный момент состоит на учете 23 несовершеннолетних. Это за совершение преступлений, за совершение административных правонарушений, антиобщественных деяний. Там есть критерии, на основе ничего. Согласно приказу 845 2017 года мы ставим детей на учет. Кроме того, на территории города сотрудниками по делам несовершеннолетних проводятся профилактические мероприятия. Как поясняет старший инспектор по делам несовершеннолетних Заира Муртаза-Алева, согласно закону, несовершеннолетние не могут находиться на улице с 10 часов вечера без сопровождения родителей или законных представителей. Почему у нас такая уязвимая категория? Это именно подростки. Потому что в подростковом возрасте у нас происходит кризис переходного возраста. И дети в это время, они склонны к романтизму. Они не понимают, что смерть – это конечное явление, конечное. Зачастую думают о том, что вот меня там те-то обижали, там не понимали, родители внимания не уделяли. А вот сейчас я умру, и будь такой красивый весь, лежать молодой, а они будут плакать и просить прощения. Они этого не увидят, они этого не понимают. Это понимание приходит только уже во взрослом возрасте. Вины детей в этом нету. Это просто особенности психики подростковой. То есть они не способны адекватно иногда оценивать какие-то серьезные такие ситуации. Основными причинами у нас являются проблемы в семье, может быть, и материальное положение, потому что у детей уровень жестокости все-таки повышен. То есть ребенка, который одет хуже, у которого нет каких-то гаджетов, которые есть у других, его могут обижать, гнобить, он может чувствовать себя неудачником, хуже, чем другие. Также очень частой причиной являются конфликты какие-то в семье, разводы родителей, или там, когда вот опять-таки родители занимаются тем, что они зарабатывают на жизнь, но не уделяют внимания. Любой ребенок нуждается в любви, в общении. Сотрудники по делам несовершеннолетних также проводят профилактические беседы и с родителями. Вся профилактическая работа направлена на предупреждение и пресечение противоправных деяний подростковой среде. Сарема Хайбулаева, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».